Это еще где-то в конце августа. Вот там на это яблони жена обнаружила. Говорит на меня, Миша, иди посмотри, что такое. Как паутина. Ветка полностью облеплена. Паутина. И эти червячки такие. До этого времени житель агрогородка Плещицы Михаил Шахнович даже не знал о существовании американской белой бабочки. Опасная насекомая, пожирающая плодовые деревья и кустарники, попала в Пинский район еще летом. И принялось активно размножаться, повреждая растительность вдоль дорог и на частных подворьях. И вот это дерево, абрикос, тоже нападали уже. Я тоже обработал. А оттуда пришел до магазина, возле магазина, чтобы видели, что творилось. И они прямо готовы в магазин зайти. Колонии гусениц американской бабочки быстро захватили центральную улицу. Деревья, преимущественно канадские клёны, стояли в паутине, будто реквизит для фильма ужасов. Сегодня от них остались неживые остовы. Первыми тревогу забили местные жители. Первый случай две недели назад на выходные местные жители. Мне позвонила староста как раз в выходной день, это в субботу, и сказала, что у нас тут нашествие гусениц. Выяснить, что за новый навязчивый житель появился в Плещицах, помогли в местной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Взятые образцы отправили в областную лабораторию. Ответ пришел быстро. В деревне хозяйничает американская белая бабочка. Нам привезли уже документы, все акты, наложили на нашу деревню карантин. Сроком на три года предполагает, то есть нельзя реализовывать саженцы с нашей местности и плодовые культуры. Продавать нельзя. Будем собирать собрания. Вот решили уже со старостой, со всеми людьми. В выходной день, в субботу на два часа у нас будет проводиться работа, собрание, где будет оговорено, какие меры по ликвидации этой бабочки должны предпринять люди сами на своих приусадебных участках. Аналогичная ситуация и в соседнем Лопатина. На данный сельсовет тоже наложен фитокарантин. Очевидно, что так быстро мигрировать насекомым помогает проезжающий транспорт. Машинопоток внушительней. Через оба населенных пункта пролегает дорога Пинск-Столин. Кстати, в этот район вредитель тоже добрался. В областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений отмечают южные регионы, особенно страдают. Вообще в республике он был обнаружен впервые два года назад в Гомельской области. Это довольно опасный вредитель по той простой причине, что он отличается своей прожорливостью и всеядностью. Он повреждает около 234 видов растений. Наиболее излюбленной пищей для него являются клен, американский, шелковица, грецкий орех, яблоня, груша, слива. Специалисты призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о новых местах локализации вредного насекомого. По словам Григория Станчука, особенно бдительными должны быть владельцы небольших садов и приусадебных участков. Так как у нас много садов в Брестской области, но сады в основном интенсивного типа, поэтому в период ее лета весной, вылет бабочек совпадает с началом цветения, проводятся инсектицидные обработки против комплекса вредителей. Поэтому основную опасность, скажем так, она будет представлять для населенных пунктов и приусадебных участков. Меры борьбы с вредителем простые. Места с кладками обязательно нужно сжигать, поврежденные деревья обрабатывать специальными инсектицидами. Наступившие холода затормозили процесс размножения американской бабочки, однако не остановили его. Значит, вредитель может уже сегодня поселиться в новом месте.